Уфа в эти дни принимает порядка 200 представителей СНГ. Они съехались на 17-й форум творческой и научной интеллигенции стран Содружества на повестке вопроса развития международного гуманитарного сотрудничества. Конгрессные мероприятия продлятся до 19 сентября. На пленарных заседаниях и в профильных секциях деятели науки, образования и искусства обсудят различные аспекты профессионального взаимодействия. Состоятся круглые столы кинематографистов, руководителей творческих вузов, специалистов по организации инклюзивных проектов. Кульминацией форума станет торжественная церемония награждения лауреатов главной межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества», а также ряда других программ, которые реализуются Межгосударственным фондом. У нас очень хорошая программа – это культурные столицы СНГ. Преимущественно, это не столичные города. Вот эта программа «Столиц Содружества» дает возможность обратить внимание на проблемы культуры небольших городов и давать возможность для развития этой культуры. Гости форума отметили высокий уровень организации и мероприятия. Уфа сегодня является одним из самых важных культурных центров России, отметил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Я счастлив, что сегодня республика очень динамично развивается при всех сложностях, при всех понятных вызовах. Я вижу, как развивается и растет экономика Башкортостана, как строятся новые музеи, которые мы увидим завтра. Мы сегодня коротко говорили с Ради Фаридовичем, но понятно, что много планов, которые должны дать необычайно глубокий и серьезный импульс для будущего развития. Добавлю, региональный центр впервые стал площадкой для проведения главного гуманитарного мероприятия года на пространстве Содружества. Мероприятия, в которых принимают участие представители объединения, с 2006 года поочередно проводятся в столицах стран СНГ. Трижды гостей собирала Москва. Редактор субтитров А.Семкин